Ругались с парнем, он начал кричать и оскорблять, и не выдержала, и дала пощечину. Он дал пощечину в ответ, что в такой ситуации делать. Я вас поругаюсь сейчас, потому что это некрасиво, это неуважение бить мужчину по лицу. И вам, как ни странно, да не понравилось, когда вас ударили в ответ. А что же так? Я, конечно, не знаю всей предыстории, но после вашей пощечины нормальный мужчина, который себя уважает, он должен был развернуться и уйти. А ваш мужчина слабак, который не сдержался и ударил вас в ответ. Но, девочки, когда вы бьёте мужчину, в этот момент вы не женщина, а спарринг-партнёр, и вы не знаете, какой человек перед вами. То есть один мужчина контролирует свои эмоции, и он сдержится, а другой мужчина очень вспыльчивый, и он после пощечины выбьет вам зубы. Поэтому, пожалуйста, учитывайте все риски перед тем, как бить кого-то. Это сложно, конечно, судить, не зная предыстории, не зная, что случилось, да, почему вы ему дали пощечину. Я же не знаю, там вот такая была девчачья пощечина, или вот так, чтобы ему там ногтем, глаз чуть ли не выняли. Если второе, то ну извините, да, вот такие бывают последствия. Всем привет! Знаете, вот эта блогерша, она очень редко выдает что-то нормальное, адекватное, очень редко. Но тут я, наверное, с ней соглашусь, потому что, будем честны, если женщина подняла руку на мужчину, она автоматически становится спарринг-партнёром. Всё. Других вариантов не дано. Это как обычная, знаете, самооборона. Это на уровне инстинктов у мужчин, и если ты подняла руку, будь готова ко всему буквально. То есть ты это просто заслужил банально. Неважно, как он себя вёл до этого, что он говорил, можно было просто сказать, слушай, всё, я не хочу иметь ничего общего с тобой. Как бы он ни оскорблял, просто развернуться и уйти. Но нет, распускать руки, вот поверив в себя, это прям, ну, я не знаю, премия Дарвина и что ли. Так что Диана сделала адекватные выводы на удивление. Ну, а женщинам я советую не поднимать руку на мужчину, потому что никогда, никогда это ничем хорошим не закончится.